Вместе с Томасом Шеллингом опубликовал в 2005 году можно назвать, что это Нобелевская премия по конфликтологии. Вот такая любопытная работа была. Она посвящена переговорному процессу. В долгосрочных отношениях стороны могут воздержаться от действий, сулящих краткосрочную выгоду. Понимаете, да? То есть лучше оказать кредит доверия друг другу, пойти на определенные уступки, потому что если партнер ваш нацелен на долгосрочное сотрудничество, это все равно обернется сторицей. Я могу вам привести пример, который тоже рассматривается как небольшой тупик. Вы случайно не видели наш кейс в курсе, который называется «Принципиальный дизайнер»? Нет? Нет, не дошла еще. Ой, такой замечательный пример, поскольку, я помню, мы его так любим разыгрывать на аудитории. Давайте я вам расскажу в двух словах, из чего он выглядит. Руководитель инвестиционной компании долго убеждал коллег в необходимости принять на работу хорошего пиар-менеджера, как это принято говорить. И вот после строгого отбора отыскали очень креативную женщину. У нее была, она фонтанировала идеями буквально. И по истечении одного месяца работы, она вникала в суть работы, компания, ей предложили сделать доклад на совете директоров. На этом большом совете собрались руководители всех направлений, люди очень занятые, у них каждая минута на счету. И вдруг эта женщина, принципиальный дизайнер, говорит, почему назвали принципиальный? Потому что она задала вопрос, прежде чем начнется совещание, скажите, пожалуйста, уважаемый генеральный директор, какова моя зарплата? И хотя уровень зарплаты был конфиденциальной информацией, генеральный директор постарался уйти от этого, приму ответа на вопрос. Он говорит, а что вызывает у вас беспокойство? Дело в том, что мне примерно 5% не доплатили в бухгалтерии. Пока мне вот этот хвостик не доплатят, я доклад свой читать не буду. Ужас. Да. Тогда генеральный директор попытался отшутиться, но говорит, откуда у вас такая неуверенность? Мы сейчас пройдем совещание, здесь все люди занятые, а потом мы с вами пройдем в бухгалтерию и произведем расчет. Эта женщина говорит, нет, я не согласна, совещания не будет, пока вы мне не выплатите заработную плату. И в результате это совещание провалилось, и совет директоров, то есть директора направлений, разошлись по своим местам работы. Не состоялся этот доклад в тот раз. Как бы вы поступили на месте директора? Это довольно трудная роль. Ну, если так задуматься, конечно, да, надо как-то выйти из этой ситуации, чтобы вот это совещание состоялось. Иногда... Достала бы ей деньги и заплатила бы этот хвостик. А если у вас таких денег нет? Давайте подумаем. Ну, если у меня генеральный директор, конечно, есть. Ну, это как вариант. Либо... Ну, во-первых, какие эмоции у вас ощущают? Ощущения. Предположим, что вы взяли на себя роль жесткого директора, который постоянно повторяет о необходимости строгого соблюдения бюджета, чтобы вы строжайшая экономия расходов, вы очень требовательный, волевой шеф, как говорится. И тут вы растаяли на глазах у сотрудника или сотрудницы и пошли, что называется, на поводу. Не будет ли это свидетельством потери вашего лица являться? Как вы думаете? Ну, конечно, будет. Ну, я бы ей какие-нибудь гарантии тогда предложила. Спасибо.